Такие записные книжки он всё время вёл. На всех пленумах, на съездах, на Верховном Совете. Он брал и всё время какие-то вопросы здесь писал. Алексей Клементьевич руководил Хабаровским краем почти 30 лет. По его инициативе были построены предприятия строительной индустрии, развивалась энергетика, сельское хозяйство, был облагорожен Хабаровск. Геннадий Семёнов был женат на дочери Чёрного Галине. Хорошо знал политика и видел его в нерабочей обстановке исключительно дома, в кругу семьи. Особенно запомнилось первое знакомство с будущим тестем в гостинице «Москва». Он спросил и ест. А я должен отвечать что-то и поэтому не ем. В общем, короче говоря, они жульены свои съели. Я до сих пор запомнил эту ситуацию. А у меня ещё половина осталась. Официант подходит и забирает следующее блюдо. Да и у меня забирает этот жульен. Ну, неудобно было сказать, что я ещё не доел. Так я до сих пор жалею, что жульен из гостиницы «Москва», из ресторана. Я не доел. Геннадий Семёнов передал Градековскому музею школьный аттестат, зачётную книжку, диплом, удостоверение, медали, роликовые коньки, предметы гардероба и фотографии Алексея Чёрного с супругой. Сотрудники музея горды тем, что экспонаты будут храниться именно у них. Вы знаете, без ложной доли хвастовства, без какого-то лукавства, без навешивания себе орденов и медалей. Вот мы вчера с Геннадием Фёдоровичем сидели и обсуждали, что первая книга, первая экспозиция, которая была посвящена Алексею Кременевичу Чёрному, она была у нас в музее. Сейчас сотрудниками музея ведётся подготовка расширенного переиздания сборника «Эпоха созиданий». Это воспоминания об Алексее Чёрном. А также готовятся к выставке, открытие которой запланировано на 2 сентября 2021 года. Юлия Сидельникова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.